доброе дождливое утро сегодня воскресенье через час наш поезд до подгорицы это столица черногории и уже оттуда мы поедем в албанию в первый раз мы будем пересекать границу двух государств на автобусе но не считая россии конечно же поэтому я немного волнуюсь и как обычно рум-тур перед отъездом это вот такой вход с огромной классной прозрачной дверью из-за нее было очень светло здесь две большие кровати которые для нас соединили вместе тумбочка лампа огромный шкаф который опять у нас не было столько вещей чтобы его заполнить телевизор мини-холодильник очень удобная штука ваня дорабатывающий свои последние добрый вечер такой кухонный стол кухня совсем что нужно даже духовка рабочая мы каждый день практически и пользовались это очень здорово и туалет с ванной в этой квартире было просто все что нужно для комфортной жизни нас она абсолютно на сто процентов устраивала и мы даже подумали о том что мы скорее всего могли бы даже жить на такой вот площадь и здесь где-то 15 квадратов и нам было здесь супер комфортно нам хватало для всего места и я буду советовать эту квартиру всем кто собирается в черногорию посмотрите она недалеко от пляжа ссылку на нее как всегда оставлю в описании мы с комфортом доехали на поезде до подгорицы и до нашего автобуса в албанию где-то два часа и ваня вытащил нас немножко погулять ваня куда ты нас ведешь короче ничего особенного торговый центр подгорица самый обыкновенный город но почему-то дома здесь нас пугают все дома какие-то черные окна во всех домах закрыты и мы не понимаем почему но везде очень много машин парковки перед домами переполнены и ясное дело что люди тут живут мы живем в городке который называется дурес он находится где-то в 30 километров от столицы албании от тираны и он расположен на берегу атриотического моря это очень классный развивающийся небольшой курортный город и у нас здесь очень классное жилье о котором я расскажу наверное по традиции уже в последнем выпуске из албании мы показали автомобильную таможню между черногории и албанией но ничего они не рассказали как это было это было просто и очень удобно мы все оставались сидеть в автобусе и на черногорской таможне у нас сначала зашла девушка пограничник собрала у всех наши паспорта мы переехали через границу и уже на албанской стороне нам просто так же зашел пограничник и раздал все эти паспорта то есть мы никуда не выходили ни с кем не общались это дико удобно что тебе не надо таскать все свои вещи за собой мы конечно немного переживали из-за ситуации с тем что македония буквально недавно отменила въезд для граждан казахстана на свою территорию мы думали как бы не случилось такого с албанией но все прошло гладко и еще один интересный момент албания не ставит штампы в паспорт во время туристического сезона я так понимаю это до конца октября так что у нас сейчас нет штампа в паспорте но мы можем жить на территории албании до 90 дней а еще одно забавное событие прямо за нами в этом автобусе сидела девушка из кустаная мы встретились землячкой на пересечении черногорской и албанской границы она с подругой ехала на экскурсию шкодир и мы все так немножко переживали по поводу того пустят ли нас как пройдет эта граница что мы даже не успели познакомиться не узнали имен друг друга так что если вдруг ты это смотришь то больше тебе привет сколько мы живем в албании уже неделю мы уже неплохо так изучили наш райончик и сейчас возьмем вас на прогулку с нами по албании трудно поверить но сейчас ноябрь мы идем в футболках везде открыты уличные кафешки на улице классная погода просто потрясающе не жарко не холодно все как мы любим удачи удачи Продолжение следует... Продолжение следует... Повторю, сейчас ноябрь и здесь очень-очень здорово. Продолжение следует... Смотрите, какой крутой катамаран. С него можно съезжать прямо в воду по такой вот классной горке. Мы нашли очень крутой магазин с итальянскими товарами. Он находится недалеко от нашего дома и тут столько всего веганского. Если я в скором будущем буду похожа на пончик, то это все веганское мороженое. Запомните мои слова. Повторяю, что мы взяли сегодня в магазине. Сегодня в основном это фрукты и овощи. И вот цены примерно такие. Цветная капуста за приличный вилок 78 лек. Бананы 4 штуки 123 лек. Яблоки тут достаточно много 100 лек. Виноград кишмир без косточек 113 лек. Даже нашли сегодня очищенный ананас за 190 лек. Здесь очень распространены всякие итальянские продукты. И поэтому вы легко найдете какие-то вот такие резанные помидоры, которые будут стоить копейки, что-то типа 49 лек. И лека, как вы помните, это 3,5 тенге. А еще в нашем любимом магазине также продаются товары из Италии, которые предназначены специально для веганов. Очень много веганских продуктов. Это то, что покупать абсолютно не обязательно. Но мы не могли пройти мимо. И мы накупили веганского мороженого, веганских котлет, йогуртов, десертов, шоколадные чипсы. Очень большой выбор растительного молока. Есть вот такие, очень похожие на огонек или какая-то кабачковую икру, которую делают мамы наши. Это веганские кубики для бульона. Сейчас, кстати, буду делать суп. В общем, мы попали в какой-то рай. И мы теперь все будем перепробовать. И я уверена, именно поэтому мы будем очень-очень сильно скучать. Веганские кубики для бульона. Продолжение следует...